Добрый день, у нас сегодня в студии руководитель франчайзинговой сети Колба Александр Татаринов. Здравствуйте. Добрый день. Сеть занимается торговлей, оборудованием для самогоноварения, пивоварения, виноделия и всего того, что с этим может быть связано. Хочется начать разговор, как большинство разговоров последний, наверное, год, с пандемией, с коронавирусом. Пандемия имеет разные эффекты. Один из них, многие на себе заметили, это рост популярности самостоятельного приготовления вообще всего. Кто-то от скуки занялся, кто-то, потому что был закрыт общепит, были закрыты магазины, мы начали сами готовить, сами шить, сами вообще все, вспоминать бабушкины рецепты. И еще вот есть такая вещь, что мы в последнее время чувствуем тоже потребность в новых эмоциях, новых вкусах. И гастрономия – это то, что проще всего это дает. Да. И статистика нам тоже показывает рост продаж на маркетплейсах еще в конце прошлого года, в десятки раз оборудование для самогоноварения, тоже в разы бутылки, травяные смеси, все это выросло. Сеть колба почувствовала на себе эти же эффекты? Мы почувствовали эту ситуацию. Сначала с тревогой отнеслись, когда пошла информация о закрытии торговых центров, о закрытии торговых точек. Но в хорошем смысле у нас получилось. Так как по стратегии компании мы свои магазины открываем обычно в отдельно стоящих зданиях, у нас активно работает интернет-магазин, то как раз история с людьми, которые остались дома, вынуждены были остаться дома, привела к взрывообразному спросу и действительно ощутили значительный рост продаж. Причем как интернет-продаж, так и продаж через наши магазины обычные. На работу людям запретили ходить, но прогуливаться где-то все-таки было разрешено с определенными ограничениями. Поэтому покупатель к нам пошел, и появилось много новых покупателей, которые действительно пришли к тому, что дома надо чем-то заняться, у них появилось время, и они уже это время решили провести с пользой, сделав то, о чем, может быть, давно уже думали, кто-то мечтал. И я считаю, что здесь даже на, не знаю, стоит это говорить, но на руку оказалось, мы действительно большой рост объема продаж зафиксировали. Какие образом вы его оцениваете? Разы, десятки раз, может быть? В несколько раз, да. Ну, начнем с того, что вообще за прошлый год у нас сеть выросла почти в два раза. За двадцатый. Да, да. Если мы в начало года входили с количеством магазинов чуть больше ста, то на сегодняшний день мы уже больше двухсот магазинов имеем, ну, двухсот магазинов по всей стране, и покупатель нас может найти практически в каждом городе нашей страны крупном. Вот двукратный рост только количества магазинов. А давайте по географии. Ну, я повторюсь, да. Значит, если мы говорим про Россию от магазина, расположенный от Калининграда, самая западная точка, ну, пожалуй, самый восточный магазин у нас в Южно-Сахалинске. Это на восток. Очень много магазинов в южной части нашей страны. Это и Краснодарский край, и Крым, и Ростовская область, ну, и север, Норильск, Якутск в Сибири. Ну, понимаете, что на сегодняшний день там больше двухсот десяти даже магазинов, ну, мы по всей стране. Если говорить про наших соседей, ну, мы открыты уже в Казахстане, и сейчас активно пытаемся попасть в Беларусь. Вы пытаетесь попасть, а что мешает? Ну, там есть определённые юридические тонкости, именно связанные с форматом наших магазинов, с форматом того оборудования, которое мы продаём. Ну, Беларусь другая страна, там несколько другие законы. Только с этим связи. Но вопрос решаем, и мы его решим. Понятно. А в планах ещё какое-то открытие в России? Планы постоянно. Ежемесячно открываются магазины. Ну, допустим, по итогам марта месяца у нас 12 новых магазинов открылся в России. В апреле темпы, ну, планируем такие же точно оставить, поэтому открыть идёт постоянно. Причём, что радует, открывают новые магазины, как уже наши действующие партнёры, у которых по нескольку магазинов уже имеется так, к нам добавляются новые друзья, люди, которые впервые решили прийти в этот бизнес, тоже присоединяются. Примерно две трети новых магазинов – это новые люди. Абсолютно новые, которые к нам пришли из других сфер бизнеса, просто со своей работы пришли, решив стать предпринимателем. Поэтому планы у нас наполеоновские, и на России мы не собираемся останавливаться. Смотрите, мы поняли, что самогоновое арене действительно интересно. Люди туда идут, но всё равно есть очень много стереотипов. Даже вот это вот само слово, оно сразу вызывает какие-то визуальные образы. Некоторые там советские фильмы вспоминают. У меня всегда перед глазами большая-большая грязная страшная бутылка, которая была спрятана под раковиной в бабушкином доме. Или это какой-то чулан должен быть, какая-то серая зона в плане ещё и закона. Давайте про это поговорим, и, может быть, как раз с законодательных табу или нетабу в части самогоноварения. Дай я начнём. Ну, начнём с того, что это абсолютно легальное всё. Все считают, что наоборот, надо всё прятать, придёт злой дядя полицейский. Злой дядя полицейский. Я не удивлюсь, если злые дяди полицейских есть люди, которые тоже владеют самогонными аппаратами. Абсолютно легальный бизнес наш по продаже самогонных аппаратов. Что касается производства самогона в домашних условиях, никаких ограничений нет абсолютно. Ты можешь его производить, можешь его употреблять, можешь коллекционировать, делать всё, что угодно. Есть один очень чёткий момент, прям табу. Это нельзя продавать. То есть продавать ты его не имеешь права. Законодатель здесь идёт навстречу нашим гражданам и ограничил объём хранящегося дома напитка в любой крепости достаточно большим числом. Это 200 декалитров. Ну, это очень много. Это сколько бутылок, бочек, я не знаю. Это 2000 литров. Это большой объём. И это тот объём, который владелец обычного самогонного аппарата либо пиоварни, но ему физически будет очень тяжело его произвести для того, чтобы сделать и что-то дальше с ним творить. Поэтому ограничения абсолютно никакие. Более того, помимо наших магазинов специализированных, уже даже в обычных хозяйственных магазинах появляются не столько аппараты, сколько сопутствующие товары. Вы сегодня абсолютно спокойно можете купить. Многие вещи, начиная от бутылок для разлива напитков, заканчивая бочками для выдержки тех же напитков, пробки, дрожжи специальные. То есть они продаются не только в наших магазинах, даже в обычных хозяйственных. Поэтому это такая тема, история, которая достаточно популярна. Ну и повторюсь, она абсолютно в правом поле находится. Никаких здесь проблем нет с законом и быть не может. То есть там с друзьями? Для личного употребления, угостить кого-то, сделать подарок, для какого-то торжества семейного, не знаю, там даты, изготовить продукты, большую компанию друзей, знакомых, родственников угостить, накрыть стол с помощью напитков собственного приготовления. Никаких проблем нет абсолютно. Тут только дело в фантазии человека, как он это подаст. Это же можно сделать красиво. Я повторюсь, инструментов много. Там от графинов, бутылок красивых, ну всего. Целая индустрия сейчас развита вокруг всего этого. И вот к первой части вопроса, вернувшись, про негативные отношения. Да, там у людей более старшего возраста, вот у тех, кто еще там застал наши старые добрые советские фильмы, ну сразу, наверное, образ там всплывает этих легендарной троицы. Витцин, Никулин, Могунов. Да, треники должны быть. Да, да, да. Ты в шапке по дому ходишь еще. Либо вот тот же «Свадьба в Малиновке» фильм, когда, помните, там такие прям большие бутыри с мутной жидкостью. Да, да, да. Ну, прогресс ведь он идет везде. Он касается не только развития техники, чего-то еще, но и процесса самогоноварения. Сегодняшний уровень аппаратов позволяет производить напитки очень высокого качества, большой степени очистки, и которые, ну, просто ушли на много шагов вперед, как раз от тех жидкостей, мутных в бутылках. И внешне выглядит это гораздо симпатичнее, неприятнее. Ну и с точки зрения здоровья, с точки зрения отсутствия вреда, они совершенно от тех отличаются. Если еще вернуться к стереотипам, вот если у нас не грязная стеклянная бутылка, в которой мы производим напиток, я даже не знаю, вот вы слово «самогоноварение» используете, или вот производство напитков, или еще что-то более сейчас в ходу? Ну, смотрите, у нас ведь... Это уже отстроится в прошлом. У нас возраст наших друзей, наших покупателей, он ведь очень разный, и, к моему удовольствию, молодеет у нас все больше и больше именно молодежи. Молодежь, конечно, больше предпочитает слово «крафт», какое-то там самостоятельное производство. А для человека, который попробовал именно тот напиток, который сейчас можно произвести, на него слово «самогоноварение» уже не имеет той как раз негативной окраски, он знает, что это прям хорошо. А помимо «крафта», ну вот как у нас, откуда? С Соединенных Штатов пришла эта тема «муншайн», так называется ведь у них сам процесс... Муншайн? Да, да, да. Ну, это же со времен сухого закона пошло, когда продукт производили только ночью, поэтому... Я и в России не застала сухой закон, поэтому с такой терминологией не знакома. Нет, нет, стереотипов иногда очень редко встречаешь, причём от незнающих людей, которые не сталкивались именно с тем, что сейчас происходит на рынке, на этом «самогоноварении». И приятно осознавать то, что люди, которые познакомились, либо через своих знакомых, либо придя к нам в магазин, может быть, совершенно случайно зайдя и пообщавшись с сотрудниками наших магазинов, ещё не погрузившись, а просто прикоснувшись к этому, увидев, что это действительно здорово, вкусно и приятно, мнение меняется. Я думаю, через несколько лет уже вообще негатив не будет окрашено. Ну, посмотрим. По крайней мере, мы всё делаем для этого. Что касается всё-таки бутылок, давайте про оборудование проговорим. Что сейчас представляет собой, это что, мини-лаборатория или что-то совершенно иное, вот визуально даже? Ну, вариантов оборудования очень много. Колба – это ведь всё равно стекло, по крайней мере, ассоциации. Колба – это действительно стекло, и тогда, может быть, даже где-то больше к химии относится. Но если уж погрузиться, почему колба? Ну, на самом деле, первые дистилляторы, самые первые, которыми пользовались, как правило, медицинские работники и аптекари на тот момент, как раз они были изготовлены в том числе для того, чтобы с их помощью дистиллировать какие-то вещи, какие-то продукты. Первые адепты дистилляции – это аптекари и парфюмеры. Для них как раз колба был инструмент. Она была далеко не всегда стеклянная, чаще это был какой-то медный, а ламбики были, ну, всё в такой вот форме. А сегодня же любой человек, который хочет попасть в клуб любителей самогоноварения, он может начать как с самого простого обычного базового аппарата, причём, ну, вот если мы говорим про нашу сеть, там, начальный стартовый аппарат можно купить по стоимости ниже 4 тысяч рублей. Это самый базовый. И как в любой истории, связанной с хобби, связанной с производством, вот верхней планки пределу совершенства абсолютно нет. Потому что для наших слушателей не секрет, что выбор список возможных напитков вообще, он же, ну, достаточно огромен. И различное сырьё для производства используются различные технологии. И если там от обычного, там, привычного, традиционного продукта, который можно произвести вот на этом аппарате за 4 тысячи рублей, вот с этого действительно можно начать, можно перейти в сторону производства уже, на самом деле, элитных напитков, которые не только из зерна производятся, из ячменя, из каких-то фруктовых соков, из фруктов просто. И там уже можно действительно прийти к формату такой вот, как вы говорили, лаборатории, когда это будет не какой-то компактный аппарат, занимающий небольшое место относительно у тебя в доме либо у тебя в квартире, а прям целая система, которая требует... Как древний ЭВМ. Ну, да. Так такое, да? Да, у нас есть случаи, когда мы в Подмосковье заказывали нам, им помогали устанавливать в большие дома, ну, очень серьезные. Это, конечно, не производственные мощности, но впечатляющие такие комплексы оборудования, которые занимали помещение на нескольких квадратных метрах. И стоит такое оборудование... Там нет предела верхнему вообще. Ну, совсем. Совсем. Ну, можно уйти за миллион даже. Можно уйти за миллион, потому что подключается уже и автоматика различная, и сами материалы меняются. То есть, это уже медное оборудование, которое, естественно, более дорогое. А базовые какие материалы? А базовая нержавеющая сталь всегда, пищевая нержавеющая сталь, абсолютно безопасная. И, ну, по сути, при должном уходе она вечная. Ну, допустим, мы как производители на некоторые виды оборудования даем пожизненную гарантию. Потому что... Вы сами с ней что-то не сделаете, да? Да, да, да. Ну, то есть, там базовые 3-4 тысячи, мы получаем это вот какого размера аппарат и сколько под него нужно отвезти места? Целый чулан или меньше хватит? Нет, нет. Это... Чулана даже ни у кого нет, наверное. Чулан, ну... Гардеробные разве что. Гардеробные, кладовки. Если мы говорим про самый начальный стартовый аппарат, небольшой, недорогой, по сути, нужно место для хранения, ну, сколько это, это небольшая коробка, которую ты можешь поставить, ну, в любом месте, в свою квартире тебе не мешает. А при производстве напитка, ну, ты используешь обычную кухонную плиту, тебе просто надо обеспечить подвод воды к этому аппарату и всё. То есть, это не надо занимать какие-то дополнительные места, выделять площади, там, что-то ещё, там, отгораживаться от своей семьи, чтобы никто, не дай бог, там тебе не помешал, не полез. Нет, это всё происходит абсолютно спокойно. И в рамках обычной даже небольшой квартиры наши люди, я их так называю абсолютно... Наши люди – это россияне или ваши клиенты, партнёры, друзья? Друзья, давайте. Наши люди, наши друзья, те, кто занимается самогоноварением, они абсолютно не ущемляют там себя за занятием дополнительного места, свою семью. И вот почему и популярно это сейчас стало, сам процесс, потому что, ну, это стало доступно, стало доступно. А про наших людей. Вы уже сказали, что молодеют ваши люди. Вот среднестатистический портрет человека, который приходит в колбу или там пишет в интернет-магазин. Вот когда мы начинали эту вот всю нашу историю колбы... Это когда было? Это было осенью 16-го года. То есть первый магазин открылся в городе Оренбург. Вот мы уже в этом году будем пятилетний первый наш юбилей праздновать. Он там существует до сих пор? И уже не один магазин там наш партнер открыл. И это один из самых успешных магазинов в сети. Вот такой первый блин, который оказался совсем никомым. А тогда думали о том, что такой стереотипный, может быть, образ нашего клиента – это человек, мужчина в возрасте, может быть, где-то 35+, но у которого активная жизненная позиция. Как правило, это человек, который связан с рыбалкой, человек, который связан с охотой, с какими-то другими активными, ну, вообще видами отдыха. Такой стереотипный. И работали в первую очередь на таких людей. Но вот сейчас, когда у нас есть возможность оценить уже достаточно большое количество наших клиентов, потому что у нас есть бонусная программа, где регистрируются люди, у нас есть Академия Колбы, где мы помогаем нашим покупателям изучать новое, понимать, узнавать все. Да, у вас там прям учебники химии, математики. Стало очень интересно видеть следующую картину. Да, действительно, большая часть людей – это все-таки мужчины. И действительно, в том возрасте, про который я говорил. Но самый молодой наш покупатель – это человек 18 лет зарегистрированный. Потому что меньше нельзя. Меньше, конечно, нельзя. Все, 18+. Да, да, да. Вот. И радует, что количество дам увеличивается. Причем ведь ассортимент компаний в наших магазинах такой, что ты не обязательно должен заниматься самогонаварением. Есть обычные, традиционные, привычные напитки, которые продаются в простых магазинах, либо специализированных, либо в обычных супермаркетах. И ты с помощью каких-то добавок, каких-то смесей для настоек, чего-то еще, ты можешь просто прийти к нам и улучшить относительно недорого вкус того напитка, который тебе хотелось бы поменять. И некоторые наши покупатели к нам потом приходят как раз вот через это. То есть, не обязательно создавать его с нуля самому. Ты можешь что-то готовое уже под себя настроить, скажем так. Ты можешь купить бутылку, не знаю, давайте, традиционного нашего привычного российского напитка, известного на всю миру. Но и прийти к нам в магазин, и с помощью наших продуктов консультантов, они тебе подскажут, как можно этот напиток улучшить, изменить его. И многие наши сегодняшние уже постоянные покупатели, мы прямо видим, что они пришли за каким-то улучшением, кто-то просто из любопытства, пообщались с продавцом, приобрели банальный набор для настойки. Настояли, попробовали, и у них появился интерес вообще к этой теме. И они уже потом становятся нашими покупателями постоянными, и большинство из них приобретает самогонные аппараты. И те напитки, которые они покупали в магазине, они уже готовы произведить сами. И делают это очень успешно. А вообще вот мотивация чаще какая? Мне всё надоело старое, хочу что-то новое попробовать, или просто хочу сам, хочу независимо от вообще всего окружающего делать что-то дома? Или просто хочу делать дома? Или ещё что-то? Она у многих разная, ну, она очень разная, эта мотивация. И вот вопрос прям ни на одну, ни на две минуты, да. К сожалению, время наше, да, заканчивается. Мы говорим с руководителем франчайзинговой сети Колбы Александром Татариновым. Продолжим в следующей передаче.